Глава девятнадцатая книги Иова Проверг меня и обложил меня Своей сетью. Вот я кричу Обида, и никто не Слушает, вопию, и нет Суда. Он преградил Мне дорогу, и не могу Пройти, и на стези Мои положил тьму, Совлек с меня славу мою и снял Венец с головы моей. Кругом разорил меня, и я Отхожу, и как дерево Он исторг надежду мою. Воспылал на меня Гневом своим и считает меня между Врагами своими. Полки Его пришли вместе И направили путь свой ко мне И расположились вокруг шатра моего. Братьев моих Он удалил от меня, и знающие Меня чуждаются меня. Покинули меня близкие мои И знакомые мои Забыли меня. Пришлые В дому моем и служанки мои Чужим считают Меня, посторонним стал Я в глазах их. Зову слугу моего, и он Не откликается. Устами моими я должен Умолять его. Дыхание мое Опротивило жене моей, И я должен умолять ее Ради детей Чрева моего. Даже малые дети Презирают меня. Поднимаюсь, и они Издеваются над мною. Гнушаются мною Все наперстники мои И те, которых я любил, Обратились против меня. Кости мои Прилипли к коже моей И плоти моей, И я остался только С кожей Около зубов моих. Помилуйте меня, Помилуйте меня Вы, друзья мои, Ибо рука Божья Коснулась меня. Зачем И вы Преследуете меня, Как Бог И плотью моею Не можете насытиться? О, если бы записаны Были слова мои, Если бы начертаны Были они в книге Резцом железным С оловом, На вечное время На камни Вырезаны были. А я знаю, Искупитель мой жив, И он в последний день Восставит Из праха Распадающейся Кожу мою сию, И я во плоти моей Узрю Бога. Я узрю его сам. Мои глаза, Не глаза другого, Увидят его. Истаивает сердце мое В груди моей. Вам надлежало бы сказать, Зачем мы преследуем его? Его, Как будто корень зла Найден во мне. Убойтесь меча, Ибо меч Есть отмститель неправды, И знайте, Что есть суд.